Приветствую всех подписчиков канала Сеопульт ТВ. Меня зовут Дужников Александр и я представляю партнерскую сеть MarketCall. Сегодня я вам буду рассказывать про формат PaperCall, в частности, на примере партнерских сетей. Как я сказал, это рекламный формат и для его определения сначала немножко ведем в курс истории. Изначально, давно-давно, еще с 99 года был популярен формат CPM, то есть это cost per mile, оплата за 1000 показов. Я помню то счастливое время до 2008 года, до кризиса, когда продавались баннеры при медийном размещении стоимостью от 400 до 1000 рублей за 1000 показов, но то время счастливое прошло, наступил кризис и рекламодатели задумались о своих бюджетах, начали экономить и соответственно по популярным стал формат уже CPS, то есть оплата за клик. Дальше формат также развивался, рекламодатели интересовали переходы, количество переходов с баннеров, с различных размещений и рекламодатели решили уже в дальнейшем отслеживать эффективность этих переходов. Начали, появился какой-то поведенческий фактор, то есть отслеживали количество просмотров на сайте рекламодателя, перешел ли пользователь на страницу контактов и так далее. То есть таким образом рождался новый формат, который является фланговским на данный момент, так называемый формат CPA, то есть cost per action, оплата за действие. Данный формат хорошо распространен сейчас, особенно в e-commerce, это когда идет оплата за продажи, то есть рекламодатели платят процент от продажи, то есть, так сказать, основной, самый эффективный способ привлечения клиентов рекламы. И есть, к сожалению, такие тематики, в которых, как в отличие от e-commerce, продажи, цикл сделки идет достаточно довольно долго. Это, например, покупка авто либо недвижимости. Если говорить про недвижимость, здесь цикл сделки составляет на данный момент примерно 6 месяцев, то есть отследить продажи достаточно премиотично. Таким образом, рекламодатели начали задумываться, каким образом отслеживать эффективность того или иного размещения. И в итоге, с появлением колл-трекинговых сервисов, появился новый формат paper call, то есть оплата за звонок. Данный формат является подразделением CPA и в данный момент достаточно популярный и пользуется в некоторых тематиках, такие как недвижимость, авто, юриспруденция, медицинские услуги. Ну, то, что касается авто и недвижимости, здесь понятно, потому что цикл сделки от месяца и выше. То, что касается юриспруденции и медицины, здесь просто большинство клиентов хотят услышать какую-то консультацию по телефону первоначально, потому что стараются решить свою проблему как можно быстрее, однако в дальнейшем происходит уже приглашение на собеседование, на какую-то консультацию и так далее. То есть происходит дальнейшая монетизация. При покупке звонков для формата paper call возникает вопрос, а где вообще можно покупать звонки на данный момент? Существуют какие-то различные порталы, сайты и так далее, где это можно сделать. Есть рекламные агентства, которые работают по звонкам, которые работают по KPI, то есть идет оплата за привлеченный звонок клиента. Есть так называемые paper call партнерские сети. Что такое paper call партнерская сеть? Ну это по своей сути некий инструмент, который позволяет рекламодателю создать партнерскую программу по привлечению звонков. То есть с одной стороны в партнерской сети есть партнеры, так называемые вебмастера, с другой стороны есть рекламодатели. Рекламодатели размещают свои рекламные предложения, так называемые офферы и вебмастера их рекламируют и привлекают целевых клиентов. Причем в формате paper call оплата идет за каждый звонок. Причем звонок не то, что каждый, а именно целевой. Есть такие параметры целевого звонка, которые его определяют. Это в частности минимальная длительность, как правило, в партнерских сетях с оплатой paper call это от минуты и выше. Дальше уникальность, то есть неуникальные звонки не оплачиваются. Время совершенного звонка, дневное, ночное, как правило, рабочие часы устанавливаются. И его реальность, то есть этот звонок должен быть не накрученным. Как работают вообще paper call сети? Какие есть форматы взаимодействия? Ну как я сказал, что формат образовался после внедрения call tracking систем, поэтому партнерские сети с данным форматом как раз и работают на основе call tracking. Есть два варианта взаимодействия. Первый вариант это когда вебмастера получают на каждый офер рекламодателя выделенный номер телефона, который закреплен за ними. В дальнейшем они рекламируют на своих площадках, форумах, сайтах, порталах и так далее. Клиенты видят рекламу, совершают звонок. Звонок по выделенному номеру, соответственно, проходит через систему, переадресовывается на рекламодателя и таким образом он фиксируется. И целевые, естественно, оплачиваются. Второй вариант взаимодействия это когда вебмастера отправляют трафик по партнерской ссылке на сайт рекламодателя. При переходе клиента на сайт, соответственно, подменяется номер телефона опять же на выделенный номер для вебмастера. И звонки таким образом опять же отслеживаются и тарифицируются. Какие есть вообще преимущества формата paper call? Ну на слайде на данном я показал лишь часть из них и гораздо больше. Ну это основные, на мой взгляд. В первую очередь это огромный охват аудитории. То есть вебмастера работают абсолютно со всеми источниками, каналами и так далее. То есть пытаются привлечь клиентов абсолютно отовсюду. И большим отличием от различных сайтов, которые работают под форматом paper call является то, что здесь не ограничивается лишь аудиторией. И соответственно охват идет полным. Следующим преимуществом является то, что оплата идет именно за звонки. То есть дополнительный рекламный эффект, такой как брендинг, как трафик на сайт рекламодателя и так далее, он не оплачивается, он идет бонусом. Большим преимуществом является, что в эффективных партнерских сетях есть встроенные системы аналитики и самое главное антифрода. То, что касается, допустим, нашей партнерской сети, то мы примерно год разрабатывали систему антифрода. Я об этом буду рассказывать на дальнейших моих мастер-классах о некоторых методах антифрода. И данная система позволяет нам выявлять примерно 99,9% накрутки. Это хороший результат достаточно, и я потом расскажу, как это досягаем. Ну и основным преимуществом использования paper call партнерских сетей является то, что стоимость звонка является фиксированной. В отличие, например, от медийной рекламы и так далее. Таким образом, рекламодатель может изначально понимать, во сколько ему обойдется целевое обращение клиента и каким-то образом планировать свой рекламный бюджет. Какие на данный момент есть партнерские сети в мире и в России? Ну, в Америке их достаточно много, показано на слайде. В России на данный момент полноценная партнерская сеть с форматом paper call – это market call, которую я представляю. Есть на самом деле сейчас еще некоторые сети, которые добавили данный формат, ну, в плане, в дополнение к уже существующим. И, ну, пока там есть большая проблема с аферами, и поэтому я их здесь не показал на слайде. Ну, и в завершение своей вводной части про формат paper call хочу сказать, что достаточно уникальный формат, и он уникален тем, что рекламодатели получают возможность получать целевых клиентов достаточно дешево, при этом вы мастера имеют возможность на этом хорошо зарабатывать. Каким образом на этом зарабатывают вы мастера и как работать с данным форматом рекламодателей, я расскажу в своих следующих семинарах. Спасибо всем, кто слушал. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал SEO Pult. Увидимся в следующих мастер-классах. Субтитры создавал DimaTorzok